Приветствую всех на нашем канале и сегодня на картинке вы увидите улицу Топрая от Джамтьена до перекрестка с улицей Тепрасив. Первая новость на сегодня в ней говорится. Министр здравоохранения Таиланда заявляет, что каждому, кто получит две дозы вакцины против коронавируса, будет выдан сертификат вакцины. Сертификат вакцины будет аналогичен книгам о вакцинации, которые уже некоторое время находятся в обращении и используются для подтверждения вакцинации против желтой лихорадки. Как бумажная, так и онлайн версия сертификата будут стоить 50 бат и будут доступны в больницах, где вводятся вакцины. Хотя в настоящее время нет стандартного паспорта вакцины и большинство стран ожидает рекомендации ВОЗ, по этому вопросу есть надежда, что сертификат вакцины в Таиланде может помочь гражданам в планировании международных поездок. Получатели могут использовать их для международных поездок, а сертификаты будут действительны один год. Министр здравоохранения заявил о возможной полной отмене карантина, если Таиланд сможет к октябрю вакцинировать 70% людей с сопутствующими заболеваниями, а также тех, кто работает в сфере здравоохранения и туризма. Полное развертывание вакцинации на национальном уровне начнется в июне, когда ожидается прибытие дополнительных доз вакцины AstraZeneca. В следующей новости говорится, вторая партия китайской вакцины Sinovac ожидается 25 марта, сообщил министр здравоохранения. 800 тысяч доз должны быть отправлены в Таиланд в конце этого месяца. Наряду с информированием правительства Таиланда об ожидаемой дате прибытия вакцин, китайские официальные лица также попросили правительства Таиланда рассмотреть возможность вакцинации граждан Китая, проживающих в Таиланде, и создания китайского центра иммунизации китайцев, проживающих за рубежом. Также говорят о пузыре путешествий между двумя странами для тех, кто вакцинирован от коронавируса. В этой новости говорится, департамент контроля заболеваний начнет первую партию вакцинации вакциной AstraZeneca в ближайшие два третня. В Таиланде вакцина AstraZeneca разрешена для использования людям старше 60 лет, в то время как вакцина Sinovac используется для молодых людей. Первым человеком, кто будет вакцинирован вакциной AstraZeneca, будет премьер-министр, которому 66 лет, и будет это 11 марта. Министр отрицал, что правительство блокирует импорт вакцины против коронавируса частным сектором. Он сказал, что частные закупки вакцины были хорошей идеей, но компании должны будут подавать заявки на разрешение исследовать в системе мониторинга вакцинации, включая мониторинг побочных эффектов в течение первых 30 минут после вакцинации. В этой новости говорится, в связи с тем, что в следующем месяце состоится масштабный фестиваль воды в Таиланде, Сан-Кран, официальные лица сейчас обдумывают возможные рекомендации, которые помогут снизить риск заражения коронавирусом. По словам министра культуры, ведутся разговоры о создании так называемых водных игровых площадок, на которых вода будет литься с регистрацией у входа на площадку. Паттайя Ньюс сообщает, что в зонах брызг могут потребоваться защитные маски, очки и дождевики, но эта идея все еще обсуждается. Тайский Новый год превратился в ежегодную водную битву с массовыми мероприятиями в популярных туристических направлениях, таких как Хукет, Паттайя, Чангмай и Бангкок. Министр культуры говорит, что зоны водных игр, скорее всего, будут созданы в районах, где проводятся крупные мероприятия. В предыдущем отчете премьер-министр сказал, что люди должны будут соблюдать правила социального дистанцирования во время фестиваля. Правительство также пересматривает руководящие принципы борьбы с болезнями для традиционных видов деятельности, таких как обливание ароматизированной водой религиозных объектов и монашеских шествий. В этой новости говорится, за свою 50-летнюю историю самая известная улица Паттайи пережила всех своих врагов, включая международную нефтяную панику, эпидемии гриппа на фермах задолго до появления летучих мышей и кризис спида. Уже владельцы стриптиз-клубов отбивали несколько попыток общественных властей закрыть их на том основании, что некоторые здания незаконно построены на пляже. На этот раз все по-другому. Мэрия уже несколько месяцев провозглашает будущее курорта Нео-Паттайя, хотя это несколько неясный термин. Многие говорят о том, что Паттайя становится похожей на Майами или Сингапур. Оба сочетают в себе международный туризм, респектабельный, с успешным сектором бизнеса. Менения по поводу осуществимости этих высоких устремлений расходятся, поскольку у города все еще есть очевидные экологические проблемы, особенно связанные с удалением отходов, канализацией и наводнениями. Несколько владельцев и арендаторов развлекательных зон на Окинг-стрит со стороны пляжа были информированы о том, что 2021 год станет для них последним годом работы. По всей видимости это так. Мэрия не будет продлевать годовые лицензии на развлечения, когда они истекут в январе следующего года. Из всех документов с печатью, необходимых для открытия заведения развлечений в Паттайе, лицензия на развлечения является ключевой. Также потребуются лицензии на продажу спиртных напитков и сигарет, соответствующий договор аренды, а в случае иностранца – регистрация компании и разрешение на работу, выданное Министерством труда. Не говоря уже о знании, важности законодательства, о производственных отношениях. Для предполагаемого прекращения деятельности приводятся различные причины. Здания со стороны пляжа находятся на земле, принадлежащей Королевскому флоту Таиланда, и вся территория должна быть обозначена как жилая зона, которая исключает громкие звуки в ночное время. Детали, регулирующие лицензию на развлечения, очень широки и расплывчатые. Дискотеки смешаны с кантри-танцами и другими местами, в которых нет танцпола, но в любом случае позволяют клиентам развлекаться. Рестораны нуждаются в такой лицензии, если они предлагают развлечение без определения. В то время как в любом месту со световым и звуковым оборудованием необходима лицензия на развлечение. Это касается большинства мест, где развлекаются люди. Любое место, где сотрудники могут общаться с клиентами, должно иметь лицензию на развлечение. Но запрещено выдавать лицензию, если оно находится рядом со школой или религиозными учреждениями. Владелец лицензии не должен быть морально неполноценным или сумасшедшим. Если бульдозеры снесут хотя бы несколько десятков мест на прибрежной стороне Уокин-Стрит, это немного приблизит проект Нео-Паттайя. Так что со временем Уокин-Стрит в таком виде, как она сейчас, не будет. Будут места для семейного отдыха. В этой новости говорится, опрос, проведенный в шести странах, показывает, что число людей, желающих сделать прививку от коронавируса, растет. Опрос, проведенный в международной консалтинговой компании, показывает, что количество людей, желающих пройти вакцинацию, увеличилось с прошлого года. И приняли участие США, Великобритания, Франция, Германия, Япония и Швеция. И все они сообщили о схожей тенденции. Самый высокий процент в пользу вакцинации был в Великобритании, где массовая вакцинация идет полным ходом. 89% опрошенных заявили, что они выступают за вакцинацию, что на 70% больше, чем в декабре прошлого года. В Швеции процент сторонников вакцинации вырос до 76% с 53% в декабре. В США этот показатель составил 64% по сравнению с 58% в декабре. В Германии 73% по сравнению с 63% в декабре. А в Японии 64% по сравнению с 50% в декабре. Возможно, неудивительно, что эти цифры были самыми низкими, скептически настроены к вакцинации Франции. 59% в пользу вакцины. Однако это значительный рост по сравнению с декабрьскими 40%. В некоторых странах люди критически относились к развертыванию вакцинации. Но 76% людей в Великобритании считают, что у правительства все хорошо. В США только 32% довольны внедрением вакцины. В Германии и Японии 28%. Во Франции 22%. А в Швеции всего 20%. И Великобритания, и Израиль считаются наиболее успешными в развертывании своих программ вакцинации. В этой новости говорится, официальный представитель Центра управления ситуацией по коронавирусу подтвердил, что правительство Таиланда наметило на октябрь полностью открыть страну, то есть без карантина. Но это решение будет зависеть от многих факторов. Помощник официального представителя Ситуационного центра по коронавирусу сделал заявление на пресс-конференции, хотя и заявил, что это цель, а не принятое решение или обещание. Правительство планирует сначала ввести сокращенный карантин и больше свободы карантина с программами зонального карантина, начиная с апреля. Однако для принятия решения потребуется одобрение на нескольких встречах, запланированных на следующую неделю. В понедельник 15 марта с Ситуационным центром по коронавирусу, во вторник 16 марта с правительством Таиланда и в пятницу 19 марта. Это послабление будет считаться фазой 2 и полное повторное открытие без карантина. Будет фаза 3, которая начинается в октябре этого года. Правительство гарантирует, что решение будет официально объявлено заранее, зная, что отелям, авиакомпаниям и туристической индустрии потребуется время для подготовки, если страна будет открываться в октябре. Неясно, будет ли это только для вакцинированных туристов и будет ли это сильно зависеть от ситуации по коронавирусу во всем мире, уровня вакцинации, проводимой в различных странах и стандартов безопасности, применяемых авиакомпаниями. Повторное открытие может исключить определенные страны и места на основании распространения коронавируса, или если оно будет считаться высокорискованным. К примеру, Африка не будет включена в сокращенную программу карантина. Вот такие на сегодня новости.